Нужно встречаться чаще, говорит глава Губкинского Валерий Лебедевич. Такие открытые диалоги с коллективами предприятий и организаций города позволяют обратить внимание на злободневные вопросы и решить их в кратчайшие сроки. Если больной вопрос для города, то больной это для многих. Естественно, он возникает на таких встречах. И иногда очень сожалею, что ты его физически и в рамках твоих полномочий решить не можешь. Особенно касаюсь улучшения состояния материально-технической базы, благоустройства нашего города, строительства объектов, здравоохранения. Глава города рассказал собравшимся о перспективах застройки микрорайонов и возведения новых социально значимых объектов. Более подробно Валерий Владимирович остановился на возобновившемся строительстве пятой школы и садика в девятом микрорайоне. Сегодня все процессы, которые происходят в городе, строго подчинены реализации стратегии социально-экономического развития города до 2020 года, подчеркнул Валерий Лебедевич и исполнению генерального плана Губкинского до 2033 года. В рамках обсуждения такого документа мы проводим целый комплекс мероприятий, чтобы в конечном итоге он был сверен со всеми вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, наличие тех или иных коммунальных объектов, дорог, развитие микрорайонов, проекты планировок этим дальнейшим микрорайонам, чтобы можно было по ним дальше уже конкретно вести строительство. Какими бы грандиозными ни были планы развития и застройки города, руководство Губкинского исполняет их в рамках своих полномочий и утвержденного на год бюджета. Поэтому каждые шесть месяцев ответственные за реализацию стратегии генерального плана сверяют по документам, все ли запланированное выполняется в срок и вносят, если это необходимо, корректировки и дополнения. Мы разморозили и сегодня продолжает осваиваться, идет строительство по детскому саду в девятом микрорайоне. Детский сад рассчитан на 330 мест. Дата его ввода на сегодняшний день в рамках заключенного контракта – это декабрь следующего года. Ввод этого детского сада в эксплуатацию позволит охватить дошкольным образованием всех губкинских детей в возрасте от двух до трех лет. В долгосрочной перспективе построить детский сад на 140 мест в первом микрорайоне и сад-школу в шестом. Я узнала много нового, какие работы проводились в городе Губкинском. Мне было это очень интересно и очень интересно было послушать про перспективы нашего города и само мнение главы города. Глава города, напротив, хочет услышать мнение жителей. Ведь за большими проектами можно не заметить мелкие проблемы, считает Валерий Лебедевич. Студентка Хедобик Булатова обратила внимание Валерия Лебедевича на отсутствие перил в магазинах Челябинской серии. Все торговые объекты расположены в цокольных этажах зданий. Прорезиненные покрытия ступенек, которые постоянно забиваются снегом, не спасают людей от травмирования. И моя бабушка падала, конечно, и я женщине помогала, не дай бог ногу сломают. Мы обращались к администратору магазина, вот мы сказали директору, ну как бы, знаете, сказали, но как есть и есть, ничего не предпинили. Данную проблему взяли на заметку. Для руководства Губкинского мелких вопросов не бывает. И ежегодные встречи Валерия Лебедевича с коллективами предприятий и организаций позволяют услышать от горожан оценку проводимой в муниципалитете работы. Только вместе можно сделать наш город еще лучше и комфортнее. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.